Ветка так низко висела, что хорябала крышу. Решало здесь нам парковаться, приходилось искать какие-то альтернативные места. Вот, но сейчас, как видите, легко можно заехать и ничего не мешает. Буквально несколько дней назад житель многоэтажки по улице Маяковского Андрей Курганов обратился на портал Добродел. Мужчина попросил специалистов отреагировать и освободить зону паркинга от обвалившегося дерева. Зашел на сайт Добродела, зарегистрировался, там можно для упрощения процедуры зайти через аккаунт госуслуг. Создал заявку, прикрепил фотографии, которые были сделаны накануне. Ну и все, отправил заявку на рассмотрение и буквально через сутки пришло оповещение, что заявка выполнена с фотоотчетом. И эта история далеко не единственная. Ежедневно на Добродел поступает минимум 100 заявок. Всего же с начала 2021 года операторы муниципального центра управления регионом приняли и отработали более 6 тысяч обращений граждан. В основном сейчас люди просят расчистить дороги от снега, убрать сосульки или налить на тротуарах. Практически всем обращениям, которые касаются уборки снега на территории округа, присваивают статус «Срочно». Коммунальные службы обязаны отработать их в течение суток. В комбинате по благоустройству и озеленению работают в усиленном режиме. В смене 96 сотрудников. Но это не только сотрудники по уборке городских территорий, это плюс сотрудники уличного освещения, участка содержания объектов городского хозяйства, сотрудники, занимающиеся опиловкой. В качестве эксперимента мы решили обратиться на портал «Добрых дел». Повод оставить заявку модераторам появился у нашего коллеги-корреспондента Ахимки ТВ Александра Сергеева. В период обильных снегопадов его двор регулярно расчищала уборочная техника. И все бы ничего, если бы не последствия. «И вот как мы видим здесь, они проехали по самой кромке, вдоль бордюра и обломили аспальт. Фактически длина всей этой трещины, ну да, метров, наверное, 30». Дабы не быть голословным, Александр демонстрирует нам фото, на которых хорошо видны следы снегоуборочной техники. «На снегу отпечатались следы крупных колес, но это техника». Решено, заходим на «Добродел». Наш коллега подробно описывает проблему, прилагает фото. Интересно, сколько времени потребуется модераторам на обработку нашей заявки? Заветное письмо от «Добродела» пришло на почту Александра спустя три дня. «Вот мне написали в связи с большим запросом на данный вид работ в округе. Работы по восстановлению разрушенного тротуара по моему адресу будут выполнены в срок до 24 марта. Я удовлетворил». На отработку несрочной заявки у модераторов портала «Добродел» есть 10 календарных дней. Однако, несмотря на это, наша просьба получила отклик гораздо раньше. Такой подход дает свои плоды. Мы довольно-таки на хорошем счету в Московской области стараемся оперативно и качественно исполнять заявки, ведем активный диалог с нашими заявителями, проявляем обратную связь. Если есть какие-то проблемы дополнительные, так же стараемся их решать и в рамках портала, и за его пределами. На сегодняшний день Химкинский округ – один из лидеров рейтинга в системе «Добродел». Благодаря порталу каждый желающий может решить проблему с ЖКХ, транспортом, или обратиться за помощью в сфере социальной политики без кипы бумажных документов. Сделать это проще простого. Чтобы оставить заявку на «Доброделе», нужно зайти на его официальный сайт и нажать ярко-оранжевую кнопку «Создать сообщение». Далее заполняем все поля со звездочкой и прикрепляем фото. Подтверждаем заявку и ждем ответа. Оформить обращение можно и в мобильном приложении «Добродел». Сервис доступен как для айфонов, так и для телефонов на платформе Android. Нина Бережная, Дмитрий Бочаров. Специально для Химки ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова